друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал а маркет составлять вопросы по темам которые вас интересуют и не забывайте ставить лайки ну что ж сегодня мы продолжаем работать на финансовых площадках с очень хорошим настроением потому что доллар перевыполняет все планы продолжает ввалиться и мы друзья на этом очень неплохо зарабатываем судя по всему закрытие двадцатого года будет крайне успешным для тех кто своевременно поставил на ослабление курса американского доллара открыл короткую позицию по индексу американской валюты и сделал акцент на очень хороший потенциал роста рисковых инструментов посмотрите где сейчас находится евро против доллара очень многие считали что это нереально чтобы европейская валюта сейчас вот смогла преодолеть сопротивление 1.20 но друзья все реально текущие котировки 1.2070 и вы знаете я уже более реалистично смотрю на прогноз морган стендли о том что европейская валюта доберется против доллара до отметки 1.25 но наверняка всех интересует что же стало причиной такого агрессивного давления на позиции доллара что мы наблюдали вчера все на самом деле друзья просто джанет елен которую мы много раз уже обсуждали как кандидата на пост министерства финансов а при байдене официально займет эту позицию то есть это уже не слух это уже не новости не нужны какие-либо дополнительные подтверждения мы ждем только лишь сообщение о том что байден президент и фактически можно будет сразу сказать то что джанет елен будет министром финансов это прекрасная новость друзья потому что джанет елен будет активно лоббировать идею дополнительных мер экономического стимулирования и вчера опять же после официального объявления первое ее публичное выступление это жесткий акцент на то что экономика нуждается в деньгах и она здесь сделает все чтобы экономика эти деньги получила возвращаемся к экономическому календарю у нас был очень важный отчет это ism производственного сектора 57 5 59 и 3 слабый отчет еще один индикатор американской экономики которые вопит о том что все плохо а в штатах впереди еще более крутой релиз это нон-фарм пэрлс и конечно же мы ждем не менее слабые данные картина складывается из кусочков пазла что раз все плохо значит безусловно валюта которая стоит за этим регионом должна слабеть и потому что текущие экономические реалии проблем свидетельствует о том что без стимулов не обойтись паул вчера во время своего выступления в конгрессе тоже очень много говорил о нисходящих рисках о проблемах в экономике фактически клянчил деньги у конгресса все завершилось тем что мнучин который сейчас возглавляет там министерство финансов обсудил с нэнси пелоси возможные меры по поддержке бизнеса домохозяйств до конца этого года и через межпартийное предварительное соглашение документ который был представлен конгресс обещал рассмотреть в кратчайшие сроки новый фонд экономической помощи можно сказать государственной экстренной помощи на 900 с копейками скажем так миллиарда долларов но я думаю что можем чуть-чуть округлить друзья вы меня простите 1 триллион долларов это то что мы ждем и ждем причем до конца этого года соответственно у нас ближайшая дата это голосование коллегии выборщиков узнаем имя американского президента и будет еще отрезочек такой в две недели когда у конгресса будет возможность помочь экономике не ждать завершения новогодних каникул и праздников не терять время потому что экономика сша сейчас находится конечно же как я уже отметил в очень удручающим положение количество заболевших растет кстати говоря текущий рост количество заболевших это все отголоски дня благодарения когда многие конечно же ходили по друзьям ездили к семьям собирались больших группах даже несмотря на ограничения в закрытых помещениях ну вы сами прекрасно понимаете чему это конце концов в качестве риска могло бы привести и к этому собственно и привело поэтому сухом остатке по доллару у нас очень хороший кабинет министров вырисовывается в штатах кабинет министров которые будут топить за идею дополнительных стимулов тут у нас еще и прекрасный друг лица джерома паула слабая статистика риски опять же того что экономика не восстановится быстро и еще один комментарий который я практически только что упустил но хорошо что вернулся к нему то что ставки будут оставаться низкими друзья на может быть даже до пяти лет это то на что сделал акцент пал во время своего выступления в конгрессе накануне поэтому доллару открыта дорога вниз ждем его еще глубже золото 1809 видимо уже осознает на риски на в том числе инфляционные с притоком дополнительных денег раз вчера их обсуждали и мы снова выше отметки 1800 сегодня кстати и дп перед он фармами в среду как вы помните традиционно ждем слабо отсчет на основании дп готовимся к слабым цифрам по нон-фарм пэрлс евро против доллара 1 2070 вчера преимущественно индекс активности разочаровали это повышает вероятность того что европейский центральный банк пойдет на дополнительные меры стимулирования в декабре это окажет еще большую поддержку европейской валюте фунт против доллара резкий рост на американской сессии до уровня 1 34 в принципе чуть выше этого значения мы котируемся сейчас это рост на слухах о том что англии и с близких соглашений но эти слухи еще не подтвердились новозеландец против доллара 070 61 все выше и выше друзья цели прежние ждем выше отметки 072 австралиец против доллара 073 65 вчера комментировал что на отметке 074 я выйду не изменяю такой позиции 35 пунктов друзья и буду закрываться доллар канадец пока ждем разрешение ситуации и итогового решения опек котировки 1 29 47 вчера выше слабый отчет по темпу экономического роста канады и это надавило на позиции канадского доллара соответственно все дальше будет зависеть от того что произойдет с рынком нефти сегодня ждем решение от опек официальные уже потому что ну а три дня обсуждают точнее не сегодня а завтра друзья обсуждают потенциальные меры которыми можно сейчас повлиять на рынок нефти и помочь ему восстановить и сохранить наверное подобие баланс хотя учитывая падение спроса который в этом году составляет почти 10 миллионов баррелей в сутки но каком балансе принципе сейчас можно оговорить друзья обсуждают то стоит ли продлевать текущее соглашение по снижению объема нефтедобычи на данный момент а страна опек плюс а кулуарно договорились между собой и в качестве новости анонсировали нам готовности удерживать сокращение на отметке всеми семь миллиона баррелей а в сутки с 1 января в соответствии с дорожной карты опека объем добычи должен был быть увеличен практически на 2 миллиона то есть с общее сокращение составила бы если бы это решение было принято уже не 7 и 7 миллиона а 5 и 7 миллиона баррелей и сейчас из-за ковидной темы за роста количества заболевших и снова повторных опасений за спроса а страна опек все-таки прекрасно понимает что нельзя ни в коем случае увеличивать производство нефти потому что рынок углеводородов тогда обвалится и обсуждают вопрос насколько параде текущее соглашение то что может поддержать рынок нефти если продлят а сделку по сокращению добычи на два квартала друзья тогда рынок нефти отреагирует ростом если продление соглашения составит от двух до трех месяцев это скорее всего будет разочарованием потому что не поможет рынку в условиях настолько слабеющего а спроса сейчас котировки бренда снижаются 47 04 и если все-таки мой сценарий негативный оправдается то как я отмечал уже мы завершим эту неделю в районе 45 долларов за баррель сегодня запасы еще по нефти сша на основании данных от api ждем и официальные статистики с большим знаком а плюс данный вы это 18 30 это потенциально еще один негативный фактор на этом собственно все хорошая вам торговой сессии и до следующей встречи пока